Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 5 марта вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Что делать с зерном, если экспорт закрыт? Как правительство поддержит АПК в условиях санкций? Смогут ли хозяйства взять льготный кредит? Ответы на эти вопросы далее в выпуске, который сегодня выходит при поддержке компании Бионоватик. Друзья, Агробук – это медиа для сельхозпроизводителей, и мы стараемся оставаться в стороне от политики. Но сегодняшние события ломают привычные условия хозяйствования и ведения бизнеса. За годы существования канала Агробук у нас с вами сложились добрые и доверительные отношения. Мы всегда откровенны и открыты для дискуссии. К сожалению, сегодня остается все меньше возможностей для выражения своего мнения. Журналистам приходится излагать информацию именно в тех формулировках, которые звучат из официальных российских источников. В пятницу Госдума приняла законопроект о фейках. Блокировки СМИ сейчас происходят очень быстро. Мы уверены, что принесем больше пользы, если будем продолжать свою работу для вас. Но в целом наша позиция остается неизменной. Мы хотим, чтобы каждый сельхозпроизводитель в любой точке мира имел возможность возделывать свою землю, получать урожай, выращивать скот и кормить свою семью и человечество. На этой неделе мы продолжили наблюдать, как рушатся мировые хозяйственные цепочки и паникуют биржи. Мировые лидеры морских контейнерных перевозок, это компании Mediterranean Shipping Company, Maersk, SCMA, CGM, объявили, что с 1 марта прекращают прием новых заказов на перевозку контейнеров в Россию и из России. Об остановке перевалки грузов сообщила также Ocean Network Express, APAC Lloyd и другие. Источники Milk News на рынке заявили о задержке поставок импортных молочных продуктов, в частности сыров из Аргентины. Вывоз российского зерна тоже пока на стопе. Западные эксперты беспокоятся о судьбе Египта, Туниса и других стран Северной Африки, которые импортировали зерно преимущественно из России и Украины. Теперь, когда поставки нарушены, а мировые биржи взлетели до небес, эти страны могут столкнуться с серьезной инфляцией. Эксперты напоминают, что нищета и бешеный рост цен на продовольствие 10 лет назад стали катализатором арабской весны. Цены и наличие продовольствия имеют значение и для самого Евросоюза. Украина была для ЕС крупным поставщиком масла, маслосемян и кукурузы. Теперь, с одной стороны, остановился экспорт из этой страны, а с другой – под вопросом возможность провести посевную кампанию. Животноводы Европы, особенно свиноводы, опасаются нехватки кормов. На бирже «Мотив» в четверг пшеница взлетела до 380 евро за тонну – это 425 долларов. Майский контракт пшеницы чуть дешевле – 358 евро за тонну. Цена нового урожая увеличилась до 307 евро или 344 долларов за тонну. Последний раз такие пики цен пшеница проходила 14 лет назад. Цена кукурузы на европейской бирже составляет 397 долларов за тонну. Кукуруза нового урожая пока оценивается на 100 долларов дешевле. Иррациональный уровень цен, как пишут аналитики, установился и на растительные масла. Фьючерсы на соевое масло с поставкой на март достигли 1865 долларов за тонну. Рапсовое масло стоит 1900 долларов за тонну. Сырое пальмовое масло – 1925 долларов за тонну. Пальмовое масло, которое всегда было самым дешевым, внезапно стало самым дорогим из растительных масел. Кстати, до 24 февраля цена на пальму колебалась в районе 1430 долларов за тонну. Вот такие результаты. Мы обратились к главе аналитической компании «Агроспикер» Виталию Шамаеву с вопросом, что происходит на российском зерновом рынке и как реагировать теперь сельхозпроизводителям. Виталий Анатольевич заметил, что ситуация, когда против страны вводятся санкции, направленные на уничтожение российского капитала на фондовом рынке, на заморозку активов за рубежом, на девальвацию рубля – это, конечно, не лучшее время для зерновой торговли. Такой форс-мажорный рынок невозможно просчитать, и импортеры не хотят платить премию за риск, отметил эксперт. Торговля в этих условиях скорее разорит экспортеров кучей ограничений и нестыковок, чем даст заработать. Глава Совэкона Андрей Сизов отмечает, что сделок сейчас мало, участники рынка выжидают, пока ситуация прояснится. Быстрого возобновления экспортного спроса Совэкон не ждет. Отчасти потому, что при возобновлении навигации может потребоваться неделя-другая на то, чтобы рассосались текущие заторы у Босфора и Керченского пролива. Потребуется где-то 1-2 недели. При оптимистичном сценарии экспорт может возобновиться в марте, и тогда с учетом девальвации цена на пшеницу вырастет. При плохом сценарии все это затянется еще на несколько месяцев. Агробук поинтересовался у Виталия Шамаева, могут ли аграрии предпринять какие-то шаги, чтобы сохранить устойчивость своего бизнеса. Виталий Анатольевич отметил, что задача аграриев – минимизировать все риски, выжить, не допустить дефолта. «Аналитик уверен, что экспортное окно обязательно появится, и запасы в этой ситуации зерно не обесценивают. Зерно не сметана на элеваторе за год-два не скиснет. Хорошие времена обязательно придут, продадим», – ответил эксперт. Пока же аналитики, в частности глава ЭКР Дмитрий Рылько, прогнозируют, что к новому сельхозгоду Россия подойдет с повышенными запасами зерна. Экспортеры недовывезут 5 млн тонн пшеницы и около 1,5 млн тонн ячменя и кукурузы. Понятно, что все это будет давить на рынок. В понедельник Банк России повысил ключевую ставку до 20%. Если в начале февраля ставка коммерческого кредита составляла в среднем 12%, то теперь банки стали предлагать займы под 27%, пишет газета «Ведомости». Единственное спасение для хозяйства – брать льготные кредиты. Но с ними еще до всех этих событий начались проблемы. Поскольку в прошлом году Банк России несколько раз повышал ключевую ставку, Минсельхозу стало не хватать бюджета на субсидирование кредитов. В результате ведомство нашло гибридное решение – компенсировать банкам только 70% ключевой ставки и в то же время просить у правительства дополнительное финансирование. На днях премьер-министр Мишустин заявил, что федеральный бюджет даст еще 5 млрд рублей на программу льготного кредитования. Быть может, в прежних условиях при ключевой ставке в 9,5% такое решение могло бы спасти ситуацию. Но теперь средств снова недостаточно. Если раньше мы говорили о сумме в минимум 15-20 млрд рублей, то с повышением ключевой ставки это, возможно, будет и 20 и 30 млрд рублей, сказала депутат Госдумы Надежда Школкина. Она отметила, что каждый сельхозпроизводитель, который придет за новым льготным краткосрочным кредитом на весенние полевые работы, должен получить положительный ответ. Но где же взять деньги? Глава компании «Про зерно» Владимир Петриченко предупредил, что в ближайшее время у грариев могут возникнуть проблемы не только с кредитованием, но и с пассивным материалом кукурузы, подсолнечника, сои, с приобретением сельхозтехники, а также химических средств защиты растений. Например, компания «Картева» уже разослала аграриям письма с убедительной просьбой приостановить платежи за семена в связи с высокой вероятностью недопоставок из Европы. «Картева» обязалась вернуть предоплату, чтобы аграрии успели взять семена у других компаний. Пока ни одна компания, поставляющая в Россию пестициды или семена, не сказала, что по политическим соображениям разрывает отношения. Другой вопрос, что в условиях, когда доллар подорожал до 111 рублей, а евро стоит уже 124 рубля, неизбежно вырастут цены на многие средства производства. Однако наш партнер, компания «Бионоватик», заявила, что не будет поднимать цены на свои продукты. «Бионоватик» – российская компания, которая последние 6 лет активно инвестировала в науку, в технологии. И за 6 лет нам удалось создать производство продуктов и технологии их применения, которые, на сегодняшний день, не просто конкурентны с химическими продуктами, а абсолютно заменяют их с большей эффективностью. За счет вложения в науку и в качественное фармацевтическое уровень производства мы сегодня можем давать качественные решения. Почему это важно именно сейчас? Важно, потому что вы знаете, что происходит с рынком. Химические пестициды сегодня имеют полную себестоимость, полностью зависящую от доллара, от евро. И мы это увидим в предложениях от крупных компаний, мультинациональных и российских, которые сидят на импортном полностью сырье. Мы независимы ни от доллара, ни от евро. Весь цикл производства, наука, все штаммы, все технологии у нас российские. И на сегодняшний день мы в состоянии, мы это делаем, не поднимать цены, обеспечить полностью все подробности российского рынка, выпадающие там, где не справится химия, мы подстрахуем. И мы дадим лучшие в мире решения, биотехнологические решения для защиты растений, для питания, для регуляции роста. Расскажем, какие еще меры принимает правительство, чтобы сохранить жизнеспособность российского агропромышленного комплекса в условиях санкций. Итак, первое. Минсельхоз пролонгирует льготные краткосрочные кредиты на срок до одного года, при условии, что срок такого кредита истекает в 2022 году. Второе. Аграриям, которые взяли инвест-кредит, может быть предоставлена отсрочка платежей по выплате основного долга в период с 1 марта по 31 мая 2022 года, при условии, что срок такой отсрочки не превысит 6 месяцев, а срок кредитного договора истекает в текущем году. Третье. Субсидирование по вновь заключаемым договорам льготного краткосрочного кредитования будет повышено с 70% до 100%. Четвертое. Минсельхоз расширяет географию импорта инкубационных яиц. В частности, Россельхознадзор возобновил импорт птицеводческой продукции из Турции. Семи предприятиям разрешено поставлять инкубационное яйцо, шести предприятиям – суточных цыплят. Зависимость России по инкубационному яйцу остается довольно значительной. В марте прошлого года Национальный союз птицеводов сообщал, что на импорт приходится от 15 до 20% всего используемого в России инкубационного яйца. Пятое. Правительство договорилось с торговыми сетями, что они заморозят наценки на социально значимые продукты. «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток» с 3 марта вводят ограничения наценки в 5% на хлеб, молочные продукты, овощи борщевого набора и сахар. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе. Другие торговые сети сделали это еще в феврале. Шестое. На этой неделе Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому специальные гранты смогут получить сельхозпроизводители, реализующие проекты в сферах производства кормов и кормовых добавок для животных, развитие селекции семеноводства масличных культур, а также улучшение генетики крупного рогатого скота мясных пород. Чтобы претендовать на грант, производитель должен работать в рамках комплексного научно-технического проекта. Судя по всему, этими мерами правительство не ограничится. Чиновники сейчас обращаются к бизнесу и просят его оценить складывающуюся экономическую ситуацию, спрогнозировать ее развитие и дать свои предложения по выработке новых антикризисных мер. Так что, возможно, увидим на следующей неделе еще какие-то меры поддержки. Короткая новость для аграрьев Ростовской области. Региональное правительство сообщило, что молочное животноводство остается приоритетной отраслью развития, поэтому в текущем году на Дону появятся новые формы поддержки. Так, субсидия на приобретение сельхозтехники для молочных ферм вырастет с 20% до 40% от стоимости техники. Субсидии на приобретение племенного молодняка КРС молочного направления будут предоставляться за счет средств областного бюджета по ставке 70 тысяч рублей за голову. Вырастет размер компенсации затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства. Раньше возмещали 30%, теперь компенсируют до половины затрат. Помимо этого, регион начнет компенсировать до 70% затрат на приобретение роботизированного оборудования для обслуживания молочных коров. По данным Донского Минсельхозпрода, в Ростовской области в настоящее время занимаются молочным животноводством 488 сельхозпроизводителей, из которых 59 производителей – это сельхозпредприятия и 429 – фермерские хозяйства. Резкое снижение курса рубля привело к тому, что за неделю на четверть выросла цена соевого шрота. По данным издания «Коммерсант», за последнюю неделю шрот подорожал на 25-27%. Компания «Эвка» разослала контрагентам новое коммерческое предложение, согласно которому в марте цена соевого шрота составляет почти 67 тысяч рублей за тонну. В феврале стоимость была около 51 тысяч рублей. В «Эвка» пояснили, что речь идет об импортном соевом шроте. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что дорожает не только соевый шрот, но и другие кормовые компоненты, например, витамины и аминокислоты. Он, ссылаясь на предварительные оценки участников отрасли, говорит, что в ближайшие месяцы себестоимость производства, например, свинины, вырастет на 25%. В Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что на сегодняшний день животноводство обеспечено всеми кормовыми составляющими. И вот, например, соевый шрот может быть частично замещен подсолнечным или рапсовым. При этом, конечно, показатели питательности рационов должны быть сформированы за счет других белковых компонентов. В отличие от пшеницы, подсолнечника и других экспортных культур, сои в России производится меньше, чем потребляется. И это хороший знак для тех, кто сейчас готовится к посевной кампании. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Желаем всем оптимизма и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова